Далее о модном увлечении этого лета. Настоящим хитом сезона стала, по сути, примитивнейшая игрушка. Причем не только для детей, но и для предпринимателей. Купить спиннер можно едва ли не на каждом углу. И пока ребята играют, взрослые всерьез заговорили о вреде миниатюрного волчка для детской психики. Так что же это? Антистрессовая игрушка или опасное устройство? В вопросе разбиралась Лариса Лавева. А суть игры, она в чем заключается? Вот ты его вот так вот крутишь. Да. И все? Да. И это весело? Обычно это и не слишком весело, и не слишком модно, и скучно. Но модно. Эта незатейливая игрушка сегодня есть у каждого ребенка. Ничего особенного, но просто вращающиеся лепестки завораживают детей. Если тебя кто-то обидел, можно успокоиться. Это помогает. Им надо, чтобы развивать моторику. Он снимает стресс. У тебя стрессов много в жизни? Да. Взрослым увлечение совсем непонятно, и на всякий случай спиннеры в летнем лагере запретили. Я не знаю, какой может быть у детей стресс, когда они каждый день у нас в лагере веселятся, танцуют. Какой стресс, не знаю. И для чего она, в принципе, тоже не понимаю особо. Тем временем игрушка обрастает полуправдивыми страшилками, и кажется, от этого становится еще привлекательней. Спиннеры с блютуз-колонкой взрываются в руках. И еще светящиеся с блютуз-колонкой, они тоже опасные. И он взрывается в руках и отрывает пальцы. Роспотребнадзор по многочисленным обращениям решил совместно с научно-исследовательскими организациями изучить влияние на здоровье. А пока дает общие рекомендации по безопасности. Не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, в местах несанкционированной торговли с рук. Если продукция имеет посторонний резкий химический запах или издает повышенный шум, лучше отказаться от использования такой игрушки. В интернете, в каждом магазине, на любом развале на улице предприниматели быстро раскрутили бизнес на крутящемся предмете. Для психологов популярности вещицы нет никакой магии. На сегодняшний день подростки, погруженные в информационное пространство и в зрительные образы, большей частью теперь уже нуждаются в предметно-манипулятивных действиях. Возвращение в реальность через предмет очень простой, очень приятный и функционально ни к чему не принадлежащий. По одной из версий изобрела спиннер Кэтрин Хеттингер. Она придумала этот девайс для своей больной дочери и даже запатентовала в 93-м. Через 10 лет срок патента истек и продлевать его женщина не стала. Кто знал, что в 2017-м игрушка взорвет детский мир? На носу, правда, спадывает. На носу, на лбу, на коленке, на одном пальце. Все это дети называют трюками. Ютуб уже переполнен обзорами на тему спиннеров и дети с удовольствием их смотрят и мечтают. Я мечтаю о коллекции спиннеров, чтобы в ней было 104 спиннера. Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время.